Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Начинается программа «Диагноз недели» и в студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. Да, расхожая шутка, в принципе, о том, чем отличается наш менталитет, условно говоря, от американского, когда там обязательно что-то происходит, идут на кушетку психоаналитику. А наш человек способен просто, условно говоря, купить бутылку горячительного, отправиться к другу, посидеть, излить душу. И вроде бы те же самые проблемы решаются сами собой. Вот насколько, я так понимаю, насколько возможно проведение таких аналогий вот с этой анекдотической ситуацией, мы сегодня поговорим на тему «Дружеский разговор как форма терапии». Должен заметить, что как раз в опровержении этой шутки на тему сегодняшнего разговора натолкнуло именно американское исследование, вопреки. То есть при университете штата Канзас есть факультет и есть, интересное название, лаборатория отношений и технологий. Такое интересное сочетание. И они пришли к выводу, как основное мысль их исследования, что только одна качественная беседа с другом на протяжении дня способна повысить чувство благополучия, душевного комфорта и так далее, и так далее. Что входит в понятие качественной беседы? Каким образом они это исследовали? Ну, это вот обычно, как дела, прекрасно, всё тогда, окей, убежал, это вот как будто бы некачественная беседа. Это даже не беседа, это обмен ритуальными какими-то словами, жестами и так далее. Что они включили в этот, написали отдельную такую статью в журнале на эту тему, и они написали, что эта статья – это попытка определить, что такое качественное общение в контексте человеческих отношений. И они выбрали типы коммуникации, их оказалось семь, через которые люди в беседе чувствуют себя более связанными, более близкими. Значит, первое – это когда люди вообще проявляют стремление встретиться, увидеться посреди повседневности, что давно не виделись. Второе – это разговор со значением, какую-то важную и серьёзную тему. Третье – это, наоборот, такая шутливая беседа, просто обмен весёлыми шутками и смех. Дальше – это проявление заботы, участия. Дальше – простое слушание, внимательное слушание кого-то. Дальше – то, что в процессе беседы ты показываешь человеку, что ты ценишь его мнение, его высказывание. Причём это не просто пока-то искреннее состояние. И последнее – когда ты можешь человеку, с которым ты общаешься, высказать искренний комплимент. Опять, не дежурный это какой-то, а просто именно искренне какие-то вещи в нём оценить и похвалить. Новое платье, красивая прическа. Ну, это тоже может быть искренним, а может быть таким формальным. Так вот, они в этом университете набрали в пяти университетских кампусах 900 участников, это немало. И им предложили в течение одного дня провести какую-нибудь беседу по одному из этих принципов с кем-то из своих друзей. А потом вечером оценить, что в течение дня с ними было. Оценить свои чувства стресса, связанности с другими людьми, неодиночества, тревоги, благополучия, одиночество и вообще качество дня. И выяснилось, что оказалось не так уж важно, какая из семи перечисленных разновидностей использовалась. Ну, что любая из этих тем, любая из этих способов общения на протяжении дня уже повышала благополучие человека. Само по себе, что кто-то тянется к другу, кто-то проявляет намерение написать, созвониться, давай увидимся и так далее, это было уже важно. Это уже было наполнено значением, причем, естественно, для обеих сторон. Что еще они из этого выяснили? Они выяснили, что это работает при личной встрече, это работает при телефонном разговоре, это не работает при переписке в соцсетях. То есть переписка в соцсетях не вызывала такого ощущения, то есть какой-то уровень переписки обесценивал все происходящее. Мы исследовали также количество этих разговоров. Выяснилось, что один разговор в день уже достаточно для повышения этих ощущений благополучия, но чем больше, в общем, тем лучше. А продолжительность имела ли значение? Нет, нет. Речь не шла о продолжительности, речь шла именно о насыщенности и наполненности. То есть интерес, что это здесь было, речь идет не о том или не только о том, что тебя выслушали, что ты рассказал о себе. Чем больше выяснилось, что ты проявляешь внимание к другим людям, ну, не просто к другим друзьям, тем, что ты действительно искренне заинтересован, что для тебя значимо то, что с ними происходит, что ты их выслушиваешь, понимаешь и так далее, тем лучше ты сам себя чувствуешь. Вот что интересно. Это, наверное, каждому приятно, когда его слушают. Каждому приятно внимание. И когда тебя выслушают, неудивительно, что ты себя лучше чувствуешь, если, опять же, это искренне происходит. Но оказалось, еще и интересно, что когда ты сам, тот, кто слушает, проявляет внимание, тебе тоже от этого становится хорошо. И это было подтверждено многочисленными... Причем, что еще интересно, что кто-то может предположить, вот если человек уже хорошая жизнь, он живет не в стрессе, он доволен своей жизнью, вот идет такую беседу, ему от этого становится на душе еще лучше. Оказывается, любой человек в любом, насколько он одинок, не одинок, насколько его жизнь наполнена значением или нет, любой человек, который проводил посреди инициативе хотя бы одну такую беседу, дружеское общение, ему уже становилось лучше. У тебя не должно быть какого-то основания, что ты уже очень стабильный, хороший. Любой человек, проявив эти искренние вещи, становился получением выгоды от этой беседы. Ну, я думаю, что и обратный момент, если человеку очень плохо, то, скорее всего, здесь и не нужно гадать. То есть, если, например, что-то случается, бросает молодой человек девушку, к девушке прибегают подруги, которые готовы выслушать ее, подставить плечо, подзареванный нос, и таким образом вроде бы поддержать подругу. И, с одной стороны, это терапия, но получается, что и у второй половинки тоже должно как бы подняться чувство, что она помогла подруге принести чувство удовлетворения. Ну, просто чисто гипотетически мы видим, что это происходит в жизни очень часто. Вот исследователи задались вопросом, почему это так работает, почему человек, который проявляет внимание, участие и так далее, почему именно он становится этого хорошо. Ну, для нас не секрет, что современный мир, при всем вроде бы бесконечном общении в соцсетях, переписках, комментариях, дискуссиях, современный мир для среднего западного человека – очень одинокое место. И мы все начинаем искать себе каких-то... Хочется стать частью чего-то большего, принадлежности к чему-то. То есть, ну, кто-то выбирает политические взгляды, дабы объединиться, или какие-то хобби, или еще что-то. Но это тоже помогает не всегда. Когда от гремели политические дискуссии, какие-то споры и так далее, ты все остаешься наедине с собой, и это вроде как непроблизость на самом деле. И когда мы начинаем общаться с человеком, когда мы ощущаем его отзыв, когда мы ощущаем свой искренний интерес к нему, и обычно это интерес в ответ, это есть то самое чувство принадлежности, исчезает наше одиночество. Я по этому поводу вспомнил, у меня есть близкий друг, женщина, она психоаналитик, в Париже работает, прекрасный профессионал. Она когда-то в Фейсбуке задала вопрос, как люди думают, почему в наше время как-то очень снизилось ощущение щедрости. Вот исчезла куда-то щедрость, готовность делиться, готовность поддерживать, помогать, особенно на фоне нынешних политических баталий, это очень заметно. И мы с ней потом эту тему обсуждали, и я сделал такое предположение, вот чем наполнены современные околопсихологические дискуссии из статьи во многом. Защита своих границ, борьба с газлайтингом, с манипуляциями, с нарциссизмом окружающих тебя людей, с самоутверждением, с отстаиванием своих ценностей и так далее, и так далее. То есть это всё о себе. Это всё о себе любимом. Окружающий мир к тебе достаточно враждебен, он тебя то ли не ценит по достоинству, то ли на каждом шагу нарвета бесценит, проманипулировать тобой. Кругом газлайтеры, злодеи, психопаты, нарциссы, и все они пытаются тобой воспользоваться, все они, естественно, по пределу лишены эмпатии. Поэтому ты человек, который должен постоянно давать всем отпор и отстаивать свои границы. И это мир, в котором человек сосредоточен на себе. Другой, вот просто такая концепция другого, в том числе другие люди. Другой не является для тебя кем-то близким. Другой – это больше угроза. Или от него надо защищаться, или надо добиться от него того, чтобы он вёл себя с тобой так, как ты хочешь. И на этом вовс-то и уходит всё общение, вся какая-то… Звонок? Да. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Лариса. Вот вы знаете, я вспоминаю, мы сами жили в общей квартире. В общих квартирах там общие дедушки, бабушки, даже если не родные, дети, праздники все вместе, двери в комнатах не закрывались. Люди радовались, когда они начинали получать отдельные квартиры. Но потом получилось так, что они разъехались по разным народам, тьфу, квартирам, районам. И уже такого общения нет, соседи не знают, и тому подобное. И вот я знаю, что у многих пожилых у них апатия появлялась, и вообще умирали раньше, чем могло быть в общей квартире, значит, там и помощь, и разговоры, и дети были хоть и чужие, но все равно внуки и дети. В общем, не знаю, как это объяснить, но так вот получалось. Спасибо. Спасибо. Я помню время коммуналок. Я не жил в коммуналке, но у меня были друзья, кто жили в коммуналках. Это было по-разному. Ну, с одной стороны, была такая вот микрообщина, социум такой. И да, там строились свои отношения, любилы дружили вместе, и рады, и жуткая война. Вражда и соседи, удивительные негодяи, бесконечная борьба. Но, наверное, это вообще к этому идет, уже давно шло к этому человечеству, от такого понятия, сначала было единкое племя, потом род, который жил вместе, ну, сколько-то поколений назад, в одном доме жили прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки, родители, дети, и так далее, и так далее. Ну, кто-то с моих пациентов вспоминал, когда они когда-то жили в двухкомнатной квартире, в Восьмером, у них это не вызывало теплых воспоминаний. Конечно. Но я думаю, что да, современное человечество, городские жители, это такой вот процесс индивидуализации. И, наверное, да, нам всегда хотелось своего пространства, отдельного пространства, где-то можешь побыть наедине с собой. Очевидно, это приходит со своей ценой. То есть, даже очень много об этом пишут. Проблема маленького человека в огромном городе. Где-то чувствуешь себя, там, фильмы сняты, книги написаны, где-то чувствуешь себя одиноким, потерянным в этих гигантских просторах и миллионах людей, никому особо не нужно. Но, с другой стороны, что мешает, в принципе, даже в многоквартирных домах пожилые люди находят где-то лавочку условную, которая становится клубом, местом притяжения. Люди иногда бывают и устраивают какие-то общие, не знаю, посиделки во дворах, то есть, там накрываются чуть ли не столы. Но выход можно найти в этой ситуации? Это зависит от желания и многого другого. Но возвращаясь к нашей теме, мне кажется, что та же проблема, которая со щедростью, потому что мы сосредоточены на себе, а не на другом вообще, это тоже, что приводит к одиночеству. То есть, в итоге, мы похожи, образно говоря, на какого-нибудь не знаю, феодала, который сидит в своем замке, окружившийся мощными стенами, оружием, наготове котлы с кипящей смолой, чтобы поливать атакующих, и ты живешь в состоянии одиночества. Ты живешь в состоянии ожидания, что каждый кругом враг. Мы как-то говорили, да, слово ксенофобия, боязнь перед чужим когда-то была механизмом выживания. Чужой, скорее всего, тоже хотел тебя или съесть, или отобрать твою добычу, или еще что-то. Но времена изменились, а мы по-прежнему одиноки и защищаемся. И даже вот дружбы стали меняться неоднократно, особенно за последние печальный год. Очень много разговоров о том, как перестали общаться из-за разных взглядов на войну друзья, дети с родителями, братья и сестры и так далее. И это тоже меня интересует. У меня есть друзья, у меня есть родственники, с которыми мы придерживаемся разных политических взглядов. Нам не мешает уважать друг друга, ценить друг друга, ценить то, что у нас есть общие воспоминания и готовность другу помочь, возможность вместе радоваться. То есть наша близость для нас человечество много важнее различия в политических взглядах. Мне кажется, американская история, что западное общество еще дальше нас ушло в ту сторону такой большей индивидуализации, большего этого отсутствия близости. Мне кажется, социальные сети во многом эту близость еще больше разрушивают. Не случайно исследователи подчеркнули, что работает разговор приличной встречи, работает телефонный разговор, а переписка в соцсетях уже не работает. Хотя вот ведь они создавались, даже я очень хорошо помню, как Фейсбук позиционировал себя именно то, что ты найдешь своих потерянных одноклассников, ты их не мог найти годами, а здесь вот все они будут, ты их найдешь. То есть вроде бы обретение, восстановление старых дружеских связей, нам обещали соцсети, а вышло все совершенно наоборот. Вы знаете, вот был сайт одноклассники российский, на котором как раз само название подразумевало, что ты найдешь каких-то старых знакомых. И действительно ты можешь их найти. И я думаю, что я не один, ты их находишь, привет, привет, как жизнь, а дальше все заканчивается. То есть из тех, кого ты нашел, с кем тебе по-настоящему интересно общаться, их на самом деле мало. То есть найти с кем поговорить или поговорить формально, поговорить как обмен звуками и какими-то ритуальными как дела, это легко. И соцсети этому дают прекрасные возможности. А вот еще раз напомню, что это должна быть значимая беседа, чтобы она наполнена смыслом, что она должна быть содержать все искренние чувства, искренний интерес друг другу и содержание. Не важно, серьезная беседа, обмен шутками, выслушивание, комплименты, это должно быть искренне и со смыслом. И вот этого, я думаю, социальные сети лишены, потому что, если вы заметите, вот в фейсбуке, я в других соцсетях не участвую, даже если ты напишешь какую-нибудь вещь, которая интересна, или кто-то напишет, немедленно сбегутся комментаторы, среди них немедленно сбегутся какие-нибудь люди, которые начнут с тобой спорить, ругаться, ставить под сомнение, кто-то перейдет на личности, кто-то появится просто тролль, которому доставляет удовольствие вносить скандал и сумятицу. То есть, то, что при нормальном общении в реальной жизни происходит намного реже. И опять, когда мы общаемся с другом или в небольшой компании, обычно всего, что этого безобразия из соцсети, там не происходит. Но судя по тому, что вообще эту тему подняли, то есть, заметьте, в чём суть темы. Человек, чтобы почувствовать себя лучше, должен проявить инициативу. Позвонить кому-то, написать кому-то, давай увидимся, давай пообщаемся. А дальше уже не так важно, как мы будем общаться. Главное, чтобы искренне. И вот почему-то, мне кажется, этим тоже стали большие проблемы. У меня есть пациенты, которые достаточно одиноки. И когда их спрашиваешь, почему они не общаются со своими старыми друзьями, знакомыми, звучит какая-нибудь такая формулировка. Ну, у всех дети, ну, все заняты, у всех семьи, у всех работа. Я всегда спрашиваю, а вы пытались им звонить, договариваться о встрече? Все говорят, извини, некогда. Нет, ну, я же понимаю, я же заранее понимаю, что есть такая старая ужасная фраза, зачем мне кого-то грузить собой или своими проблемами. Грузить, грузить, груз, тяжесть, абуза. То есть, человек уверен, что его желание пообщаться будет кому-то в тягости, в тягости, он будет абузой, он заранее себя считает абузой и избегает этого общения. Поэтому, как показывает это исследование, вроде простая вещь. Неважно, кто ты, преуспевающий возник человек или человек одинокий или еще что-то, ты звонишь своему другу или хорошему знакомому, ты встречаешься, ты разговоришь, и тебе становится хорошо. Хотя бы в этот день тебе становится хорошо. Так вечер себя чувствуешь куда более удовлетворенным, уровень стресса ниже, ощущение благополучия намного выше. У меня не так много друзей осталось с годами. Кто-то уехал в другие страны, мы общаемся изредка по телефону, кто-то еще. Но, в общем-то, встречаясь с людьми, я не знаю, как, скажем, в вашем опыте, Олег, или в опыте наших слушателей, ты очень четко понимаешь, что ты встретился с кем-то, кому интерес с тобой разговаривать, или с кем-то, кто, в общем-то, не особо интересует тем, что происходит в твоей жизни, он торопится изложить тебе все свое. Снова, снова и снова. И здесь тоже интересно, вот это, мне кажется, беседа, когда ты проявляешь кому-то интерес, это очень хорошо, это не должно быть улицы с односторонним движением. Если ты встречаешься с человеком, он постоянно рассказывает только о том, как у него дела, в общем-то, когда тебя спрашивают так ритуально, ну, как дела, и начинается второй фраза, говорит, а вот у меня, и начинает рассказывать, как у меня. И если такие форматы повторяются регулярно, начинаешь задаваться вопросом, зачем, собственно говоря, я общаюсь с этим человеком. Постоянно работать с слушателем, это, наверное, благородное дело, но в какой-то момент оно надоедает. Ну, хотя здесь вот вроде бы как будто говорится о том, что человек, который выступает даже в роли приемщика информации, тоже у него должно улучшиться настроение, но вот что отличает вот эту ситуацию вот от такой формальной беседы? Когда человек начинает грузить, ну, вот я использовал совершенно машинально слово грузить, но действительно вот он начинает рассказывать и рассказывать как-то так вот, ну, что это у вас действительно как будто формальное общение. Я думаю, что мы... Качественная беседа. Вот качественная. Что подражает качество беседы, мне кажется? Качество это то, что от этой беседы обоим интересно и хорошо. Потому что это беседа, это не монолог. Допустим, человек приходит в кабинет к психотерапевту, это подразумевает, что ты пришел к профессионалу, которому важно, чтобы помочь тебе знать, что происходит, и ты не обсуждаешь с психотерапевтом его взгляды на жизнь, его... как дела у него в семье и так далее, и так далее. Ты говоришь о себе. Это профессиональные отношения. Хотя психотерапия тоже живое подтверждение тому, как разговор, просто разговор без лекарств может улучшить состояние человека, улучшить его самочувствие, настроение и так далее. Вот качественное общение подразумевает обоюдный интерес. И ты встречаешься, описывая все виды взаимодействия. Слушание это только один из видов. Как человеку говоришь, искренний комплимент и один из видов. А там есть шутки, а шутки это тоже обоюдная история, это просто обмен мнениями, но всё это должно быть искренне. Мне кажется, у нас много общения, особенно в эпоху соцсетей, у нас очень мало качественного общения. Мне кажется, то, над чем нам всем стоит задуматься. Один мой друг, он такой довольно-таки известный бизнес-тренер и очень в своей сфере профессиональный и сведущий человек, он сказал, что периодически ты общаешься, пересматриваешь круг своих друзей, и вот ты думаешь с этим человеком, которым сейчас ты бы подружился когда-то, или сейчас ваши отношения еще, ваша дружба еще жива или давно умерла, вы просто пытаетесь сделать вид, что что-то еще происходит. И рано или поздно задаешься вопросом, а зачем эти отношения поддерживать вообще, если они умерли? Такое тоже бывает. Все на свете смертные люди, их дружбы и самые разные виды отношений. Поэтому, мне кажется, пока между людьми есть качественное общение, качественная беседа, пока жив интерес друг к другу, эти отношения вполне жизнеспособны, у них нет повода для смерти. Хотя вот у нас один из наших гостей, боже мой, один из игроков очень известных «Что, где, когда», он как раз выдвинул интересную мысль о том, что общение с умным человеком тебя вот подтягивает до его уровня, и всегда очень важно общаться с теми людьми, кто немножко тебя умнее. То есть тогда ты будешь получать знания, по закону сообщающихся сосудов у того человека будет немножко убывать? Ну, я бы, наверное, поспорил. Во-первых, если это общение не лекция, не семинар и так далее, вас же что-то сводит, сближает. То есть я общаюсь с друзьями, у меня были, к сожалению, сейчас из-за войны прервалось общение, сюда приезжали очень интересные люди из России. Обычно, если у тебя есть чему у человека поучиться, и он с тобой общается, значит, тоже находят в тебе что-то для себя важное и интересное. Если это улица с односторонним движением, человек просто рассказывает умные вещи, а ты их открыв рот слушаешь, на какой-то момент ему это надоедает. Как ты говорил, Райкин, в какой-то миниатюре, закрой рот, дура, я все сказал. Я думаю, что опять, только в своем примере. Все мои друзья в чем-то, в каких-то своих сферах знают больше, чем я, знают вещи, которых я не слышал. Они мне об этом рассказывают. В свою очередь у меня есть что-то мое интересное, что они слушают от меня. И наши беседы, наши споры обычно основаны тоже на уважении друг к другу, на выслушивании, на аргументации. То есть, даже с разными взглядами, наши дискуссии проходят с удовольствием. Никто ни на кого не злится. Двонок? Да, у нас есть звонок, еще один. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы, доктор, говорите об общении. Вот. Я вообще мало верю, что общение как-то поможет больным с расшатанными нервами. Но это другой случай. Просто у меня есть товарищ, который, ну, можно сказать, умнее меня, значит, значительно такой вот, он лучше был в институте вообще, учился, но он как-то все время на меня давит. Вот. Вот делай так, делай так. Он правильно противник, но я как-то сопротивляюсь. С ним не поспорить нельзя, ничего, свое мнение. Вот. Что вы в этом случае можете сказать? Ну, если ваш знакомый отказывает слушать ваше мнение, отказывает слушать ваши аргументы и только постоянно говорит, делай так, делай так, это трудно назвать качественным общением. Я бы в такой ситуации, наверное, человеку говорил, ты не замечаешь, ты меня не слышишь, ты не замечаешь, ты не уважаешь мое мнение, ты не даешь мне высказаться, ты меня постоянно поучаешь. Наверное, в чем-то ты меня умней, в чем-то превосходишь, но мы же не учители-ученик в школе. Поэтому, наверное, лучший способ, опять, лучший способ прояснить, это качественная беседа, когда вы без оскорблений, без скандала, высказываете свое мнение. Очевидно, в этом человеке чем-то дорожите. Если признать, что он умен, что вам с ним интересно и так далее. Иначе, вы, наверное, давно прекратили это общение. Но качественное общение подразумевает, что вы можете ему искренне высказать то, что вас обижает, что вас задевает, выслушать его ответы. То есть, опять, беседа, искренняя беседа людей, которые друг другу все-таки чем-то привязаны. Спасибо большое. Врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартов. Программа «Диагноз недели». И теперь мы встретимся через понедельник. Всего доброго. Всего доброго. Радио «Болткома». Радио «Болткома». Радио «Болткома».